видит за едой. Очень интересная тема — это Isperan, разработка безопасного компилятора на основе C-Lang. Если можно, да, чуть-чуть в темпе. Простите. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, хотел бы вкратце напомнить о том, что вообще такое безопасный компилятор, для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. Во-первых, у нас в стандарте языков C и C++ есть такая штука, как undefined behavior, и этой штукой компиляторы активно пользуются, проводя различного рода агрессивные оптимизации, которые заставляют код вести себя не так, как это подразумевал программист, и поэтому целью безопасного компилятора является проведение безопасных оптимизаций, то есть таких оптимизаций, которые не вносят дополнительной уязвимости, оповещать о наличии неопределенных конструкций, которые могут к этим уязвимостям привести. Также предусмотрен динамический контроль неопределенному поведению и различные прочие механизмы защищенности, как, например, SDR. При этом при разработке безопасного компилятора мы стремимся к тому, чтобы правки, которые требуются для успешной компиляции проекта, который ранее компилировался небезопасным путем, были минимально возможны. Опции, возможности, которые мы включаем в пакет безопасной компиляции, не должны за редкими исключениями отключаться. И, кроме того, поскольку мы понимаем, что при безопасной компиляции мы жертвуем временем, а также возможностью, в принципе, компилировать некоторые исходные коды. Поэтому безопасные компиляторы у нас отделены на три класса безопасности. Давайте по ним пройдемся. Что у нас вообще было сделано? Я буду делать это в виде таких таблиц, в которых средняя колонка, если там стоит плюсик, это означает, что это фиша, которую в Clank добавили именно мы. Собственно говоря, для фиши, которая связана с отключением небезопасных преобразований, это у нас отключение, собственно, оптимизации, связанных с некорректным, то есть отрицательным, либо превышающим ширину левого аргумента, правым аргументом побитого воздвига, и также с делением на ноль и взятием нулевого остатка. То есть приведу пример первого отключения оптимизации. Справа вы видите код, который в случае небезопасной компиляции никогда опять вернуть в принципе не может, потому что компилятор видит, что результат не может быть равен нулю никогда, и эту строчку убирает. В то время как при безопасной компиляции на некоторых артистурах эта строчка все-таки может сработать, и пятерка может вернуться, и поэтому на третьем классе наш безопасный компилятор код, соответствующий этой строчке, не удаляет. Пример, который слева, должен как при небезопасной компиляции, так и при безопасной компиляции оптимизироваться, то есть эта строчка будет удалена. Собственно говоря, наш компилятор проверяет, может ли он доказать то, что неопределенного поведения в этой конструкции не может быть, и как видите, это действительно так, то есть по битву издвиг у нас будет только от единицы до шестерки, поэтому соответствующая строчка будет тоже все-таки удаляться. Аналогично с делением на ноль. Что касается третьего класса, то мы улучшили защиту от переполнения буфера при вызове функций стандартной библиотеки, такие как printf и memset и прочие. То есть мы для этого сделали дополнительно так называемые partify хеддеры, которые подменяют обычные, для того, чтобы обеспечивать вот эту защиту. И кроме того, этим же мы достигаем запрет на инлайн этих же функций. Кроме того, безопасной компилятор третьего класса должен выдавать целый ряд предупреждений о define behavior. В кланге не хватало предупреждений о том, что локальная переменная может перезаписываться при использовании связки функций setJump и longJump. Мы решили это предупреждение не реализовывать. Вместо этого запилили опцию, которая просто гарантирует то, что эти переменные уязвимые перед define behavior переменные у нас будут становиться volatile. Во втором классе мы запилили довольно много чего. То есть у нас есть фича, которая сохраняет побочные эффекты записи в память. Есть, соответственно, фича, которая использует в векторных машинах, инструкциях единичное выравнивание. И, кроме того, через те же ранее упомянутые Fortify Headers у нас реализован запрет использования функции gets во втором классе. В первом классе, собственно, мы сделали уникальное распределение статической памяти на этапе компиляции, рандомизатор автоматической памяти и динамическое распределение памяти. Последнее мы, конечно, не делали, но немножко тестировали. Оно вроде работает. Вот. Улучшили и добавили некоторые новые санитайзеры. Собственно, ранее Clang не мог... Санитайзер, который соответствовал проверке переполнения при работе, при конверсии типов с плавающей точкой, был раньше санитайзер, который делает это только float to int, мы запилили санитайзер float to float. Вот. Соответственно, запилили санитайзер, который проверяет NullPtr при непрямом вызове функции, то есть, собственно, указатель этой функции на NullPtr. И также санитайзер return, который проверяет, что функция завершается всегда оператор-монтёр. Он в ванильном Clang работал только для C++, мы запилили эту поддержку для C. Вот. Собственно, безопасный компилятор у нас должен компилировать исходники, которые по сравнению со скомпилированными в небезопасном режиме должны иметь некоторые, не превышающие определенного... определенной доли замедления. Вот. И у нас из-за этого замедления выбивается только X264. Safe1 должно быть замедлением максимальное 200%, Safe2 — 50%, Safe3 — 20%. Собственно говоря, все остальные бенчмарки у нас вполне укладываются в заявленное... в требуемое стандартным замедлением. А также пособирали пакет Alpine. Вот. У нас 910 пакетов, в принципе, не могли быть собраны Clang. И по сравнению с ними пакеты, которые не собраны на, соответственно, Safe3, Safe2, Safe1, это число не многочислено. Поэтому мы считаем, что компилятор успешно собирает пакеты Alpine Linux. Вот. Постарался рассказать как можно более кратко. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Если сравнить с безопасным компилятором GCC, концептуально какие самые основные вы видите? Отличия. Ну, во-первых, так, слайды у нас же будут работать, да? Будут. Будут. Игорь, фокус на слайде. Окей, справлюсь. Окей. Сейчас был слайдер, пока говорим. Хорошо. Значит, во-первых, там, то есть в GCC у нас есть warning. Ваклоберет он включен в комплекцию F3. У нас, собственно говоря, такого warning нету. То есть у нас вместо этого переменная становится в латайл. Это еще чуточку. Дальше. Там вот здесь вот уже на седьмом слайде. Это было на седьмом слайде. На седьмом? Да. А, есть. Есть, да. У нас тоже маленькие. То есть вот это вот, чуть ниже, чуть ниже, чуть ниже. Новая фича, force, влотай, before, set, jump. Вместо ваклоберет. Вот. Теперь если на шестой слайд вернемся, значит, у нас мы включаем Fortify Source 3 на сейф-1 и сейф-2. Вот в GCC это, по крайней мере, пока не так. Что еще у нас было? Давайте дальше. Достаем. Такой интерфейс. По-моему, это удобно. Да. Так. Ну, пожалуй, возможно, я что-то забыл, но из основных кажется, это все. Спасибо. Так, есть еще вопросы? А, вижу. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Антон Бондарев. Скажите, пожалуйста, вот тут обсуждалось уже, что безопасный компилятор, который SPN написал, он открытый или не открытый? У вас ваши изменения куда-нибудь пошли? Открытый доступ? Наши изменения пока никуда не прошли, вот, то есть они могут пойти при, так сказать, личной договоренности с более старшими коллегами, вот, но пока мы это дело не опенсорсим. Ну, по крайней мере, нет ограничений, типа контракт по военным, там еще чего-то, которым обычно прокрываются всякие люди, которые говорят, что никогда опенсорса не будет, потому что военные. Ну, кажется, нет, я все-таки просто разработчик, то есть с этими деталями предлагаю его обсудить со старшим товарищем из института. Лаборатория Касперского, спасибо за доклад. Fortify 3, он изначально оценивался как достаточно рисковый по оптимизации. Насколько оценивали ситуацию с ним? Ну, собственно, вот мы как бы бенчмарки запустили, да? Бенчмарков недостаточно, скорее всего, потому что он рисковый в случае достаточно большого системного высота, и наверняка оценки надо будет делать через файзинг или другие оценки. Ну, как бы я могу сказать, что, в принципе, для некоторых фичей можно теоретически построить тесты, которые дадут сколько угодно большое замедление. Нет, тут вопрос не про замедление. Сам по себе Fortify основан на оптимизации, причем он работает не сам по себе, а дает основную нагрузку, когда идет флаг О, оптимизация, и, соответственно, чем больше оптимизации, тем более рискованный процесс оптимизации. Соответственно, Fortify 3 с оптимизацией 2, он даст там большие риски появления бака. Ну, хорошо, да, спасибо за ценный совет, я думаю, мы на это обратим внимание. Да, на самом деле это интересный вопрос, давайте поймаемся в куларах, чтобы это обсудить, потому что, как бы, ну, базовое соображение такое, да, что если вы используете Fortify 3, и у вас что-то сломалось, то это означает, что есть либо баг в компиляторе, либо баг в софте, который компетируется, и, как бы, на это можно смотреть, вот. На всякий случай, вот это ошибки сборки, это ошибки просто сборки или ошибки тестов после сборки? То есть, как вообще померить? Нет, ошибки именно самой сборки. Самой сборки, да? То есть, мы даже до сих пор не знаем, на самом деле, то, что вы собрали, оно вообще хоть как-то, оно запускается вообще? Ну, собственно говоря, на первых тестах там вроде бы как раз-таки была оценка того, что, да, оно действительно запускается и, да, как-то работает, плюс у нас все-таки есть какие-то свои эгрессионные тесты, вот, тесты, которые нам предоставили коллеги для GCC, и, как бы, мы на них тоже проверяли, вот, и, ну, по крайней мере, на таких вот тестах работает. Так, давайте, наверное, закончим на этой инстекции. Завершаем доклад, поаплодируем доклад. Спасибо. И большое спасибо всем, кто выбрал доклад, а не обед. Да, да, вы и все эти даны духа, поаплодируем друг другу, да, настоящее, в отличие от вот тех прожженных.